всем доброго времени суток утра дня ну или ночи у кого как друзья ребят вы наверное уже в курсе что я на прошлой неделе был в городе сумы ездил на установку системы фильтрации вот под этот аквариум кстати те кто не в курсе советую подписаться в фейсбуке или инстаграме мою группу чтобы видеть как протекает мои аквариумные будни так что-то я отошел от темы ах да но после поездки я немного приболел и поэтому с новым видео никак не получалось но сегодня хочу исправиться и надеюсь если будет время на этой неделе вас ждет еще не один интересный видосик ну так вот друзья приехали мы значит к заказчику домой на установку сам по и как вы думаете каково было мое первое впечатление ребята скажу вам честно я просто обалдел у человека дома стоит аж пять аквариумов от 200 литров до тонны причем каждый аквариум меня поразил по-своему видно что он любит аквариумистику и очень щепетилен каждому аквариуму в отдельности дальше вы увидите несколько из них но вот что больше всего меня сразило так это качество воды ребята она в сумах просто прозрачная как слеза к примеру у меня в миргороде даже с последними достижениями аквариумной техники не удалось получить такую прозрачную воду а тут просто сказка короче что я рассказываю смотрите сами как выглядят аквариумы потом напишите в комментариях свое мнение договорились а вот так вот этом аквариуме хочу сказать отдельно парочку слов я закидывал чат телеграме несколько фото и мнение ребят разделились многие высказали что мол рыба выглядит неестественно друзья может видео не передают полноты картинки но вживую вся рыба смотрится просто сногсшибательно я сам не любитель горшков и тому подобных вещей в аквариуме не особо питая любовь к трехгибридным попугаям но наблюдая за этой картинка я просто потерял счет времени в общем освещение мне очень понравилось а вы что скажете и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 О которой я расскажу чуть дальше. О проектировании сампа рассказывать не вижу смысла. Об этом я уже неоднократно говорил в предыдущих выпусках. Как и о нюансах со сверлением стекла. Так что ищите ссылки в описании под видео. Хотя о сампе стоит сказать тот факт, что на этот раз я сделал камеру для биофильтрации немного больше обычного. И поделил ее на три ровные части. Для того, чтобы улучшить проточность воды через наполнители. А еще использовал фальш-дно. Если вам будет интересно узнать, как именно я это делал. Или же вы хотите спроектировать новый аквариум, самп или фитофильтр. И не знаете, как это все правильно сделать. Пишите в комментариях. Взамен на вашу материальную поддержку канала я помогу вам с любыми начинаниями. И даже буду сопровождать онлайн строительство вашего аквариума от начала и до конца. Я не хочу выпрашивать у вас деньги. И у меня нет каких-либо тарифов на мои услуги. Вся поддержка по вашему личному усмотрению. И так, наконец-то я продырявил этот аквариум. Теперь дело за сампом. Ведь нам нужно отверстие под слив канализацию. А я специально его не делал заранее. Так как уровень пола в комнате, где выведена труба, и комнате, где стоит аквариум, отличается, друзья, аж на 40 сантиметров. В этом-то и заключается основная проблема. Но есть еще один момент. Инструмент, который мы захватили с собой, был рассчитан на толщину стены в кирпич. Ну, по крайней мере, так мне сказал заказчик. А по факту оказалась толщина в два кирпича. И мало того, расшивочный кирпич еще и из керамики, с которой наша коронка наотрез отказалась работать. Пришлось сделать отверстие дедовским способом с помощью молотка и зубила. Что отняло у нас массу времени. Переходные муфты, как и трубы, я клеил за кадром. Так как, опять же, на канале уже есть об этом видео. Но для всех любопытствующих, дальше я покажу, как это все выглядит уже в собранном состоянии. А пока что, я занялся очисткой стекол от налета, перед тем, как вклеить на это место переливную шахту. То место, где мой коллега сейчас делает отверстие стене, с другой стороны выходит как раз на уровне пола. Теперь вы понимаете всю прелесть происходящего. По факту, вышло так, что толщина стены почти на всю длину сверла. И Андрюха как раз демонстрирует свой восторг от предстоящей работы. А вот так мы тщетно пытались пройтись по керам-кирпичу коронкой по бетону. Что ж, спустя где-то часа четыре мы все же одолели эту стену. И я принялся за монтаж труб и установку помп на подачу воды в аквариум и фитофильтр. А также ультрафиолетовый стерилизатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а это ваш покорный слуга шлифует торцы покровных стекол прямо на коленке, используя обычный точильный камень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве наполнителей в сампо использовались крупно-пористая губка от компании JBL, синтепоновый мат того же производителя и два мешка керамзита, которые мы расфасовали в мешки для овощей. Кстати, как-то смотрел американский канал по аквариумистике. Так вот, америкосы используют этот материал, из которого сделаны эти мешки, в качестве основного бионаполнителя. Надо будет и себе попробовать. Дешево и сердито. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основная помпа для подачи воды в аквариум JBL DCP 10000 литров в час. Ну и еще две помпы по 2000 литров в час с контроллерами для подачи в ультрафиолетовый стерилизатор и фитофильтр. Друзья мои, чем мне понравилось именно DCP? Так это тем, что в комплектации просто огромное количество переходников и фитингов, в том числе и подпайку, и даже клеевое соединение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот перед вами разводка труб на канализацию, ультрафиолет и фитофильтр. На подачу воды мы организовали в приемную камеру сампа. Не обессудьте за легкий бардак. У нас уже не было ни сил, ни желания наводить с трубами красоту. Так как это было примерно 6-7 часов утра. Так что наводить порядок заказчику придется самостоятельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На подачу воды из сампа в аквариум я использовал трубу 32-го диаметра. А выход оставил неприклеенным для того, чтобы им можно было регулировать направление течения. Отверстие для завоздушивания этой трубы я сделал как раз над уровнем воды. А при включении помпы уровень поднимается сантиметра на полтора-два, и все это работает наилучшим образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, запускаем подачу на ультрафиолетовый стерилизатор, фитофильтр, и включаем протоку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запускаем помпу в аквариуме, тестируем, как это все работает, и вуаля! Я доволен проделанным фронтом работ и конечным результатом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный косяк, который у нас получился, так это чересчур высокий уровень воды в аквариуме. И стяжки получились слегка погружены в воду. Но на это было две причины. Первое, если уже говорить откровенно, то это криво собранный аквариум со стяжками под ребрами жесткости. Ну а второе, постоянные просьбы заказчика приклеить шахту повыше. Ну и в итоге получилось немного некрасиво. Но, как говорится, хозяин-барин. Возможно, как буду в этих краях проездом, забегу к Владу и переклею шахту чуток ниже, с расчетом под регулировку уровня воды гребенкой. Ну а на этом, друзья, я откланяюсь. До новых встреч и да пребудет с вами азотный цикл. Субтитры подогнал «Симон»